Сцену Фишта создавали специально для церемонии открытия и закрытия зимних игр. Для того, чтобы она превратилась в футбольное поле, ушел почти год работы. Слой за слоем устилались тонны бетона, песка и щебня. Рабочие трудились без права на ошибку. Ведь даже малейший перепад высот или нарушение технологии отсыпки может привести к серьезным последствиям. На газоне могут образоваться кочки или ямы. А устранить этот изъян будет непросто, поэтому сейчас работу техники на поле контролирует электроника. Что касается искусственной почвы, то ее насыщают азотом, фосфором, калием, микроэлементами, регуляторами роста и минеральными удобрениями, большинство из которых отечественного производства. По требованию ФИФА поле обязательно должно быть открытым. Чтобы этот плодородный слой, как специалисты говорят, он на вес золота просто не вымывало или не затопило, разработана уникальная дренажная система. Она будет поддерживать комфортное для газона количество влаги при любых погодных условиях. А чтобы трава не замерзла зимой, все поле будут обогревать. Специалисты планируют засеять 600 килограммов семян в течение пяти дней. Эта работа спешки не терпит. Гринкипер Валентин Кожуханцев сам 15 лет был футбольным судьей и хорошо знает, насколько важен каждый сантиметр газона. Говорит, пока не окрепнет последняя травинка, на поле нога человека не ступит. Гринкипер Валентин Кожуханцев в основе своей дает цвет, массу листовую, очень хорошо регенерирует, восстанавливается при тех повреждениях, которые после игры. А мятник – это вид травы, который попозже развивается. Он создает себе, по нашему мнению, особый комфорт. Оба сорта травы привезены из Дании. Они идеально подходят к местному климату. Специалисты обещают, устойчивый травяной покров на футбольном поле будет уже к Новому году.